Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы снова встречаемся с вами в лаборатории. Поговорим сегодня о таких препаратах, как битоксибацелин и липидоцит, предназначенных для борьбы с насекомыми-вредителями. Мы не раз упоминали эти препараты в своих выпусках, когда говорили и о борьбе с вредителями, и о борьбе с паутинным клещом, комбинированные какие-то составы делали. Это очень важные биологические препараты, которые являются дружественной окружающей среде, дружественными здоровью человека и большинству полезных насекомых. Препараты эти созданы на основе живых бактерий, которые называются бациллюстурингенсис. Они практически не действуют на пчел, на других насекомых, на хищных насекомых не действуют. И весьма специфичны к жукам и бабочкам, если говорить так вот по-простому. А вообще это всевозможные двукрылые и чешуекрылые. Все, что мы называем гусеницами и все, что мы называем листоедами всевозможными. Вот наиболее эффективны эти препараты против этих организмов. Кроме того, в наших собственных экспериментах, а также в некоторых литературных данных, мы находили эффект того же битоксибацелина против садовых муравьев. Также он достаточно эффективен, особенно в комбинациях с авермектинами, против тли, паутиного клеща и другими. Всегда возникает вопрос, поскольку это препараты на основе живых бактерий, можно ли его дома воспроизводить, точно так же, как мы воспроизводим хлорелу, точно так же, как мы воспроизводим вот у меня здесь на трубях триходерма вириды, точно так же, как мы производим метаризин триходерму хорциану, вот здесь у меня пример на корочках апельсиновых, точно так же, как мы производим бактоген и другие препараты на основе сенной палочки. Да, действительно, на самом деле, вот эти препараты содержат в себе достаточно активное живое начало. Хотя и не только, поскольку основой этого препарата является также комплекс белковых веществ и небелковых веществ, которые являются токсичными для вот этих целевых вредителей. Что касается воспроизводства этих бактерий, к сожалению, их воспроизводство без потери эффективности готового препарата представляет из себя некоторую трудность. Ну, во-первых, эти бактерии сами по себе являются довольно капризными. Они, например, липидоцит и бетоксибацелин не очень хорошо усваивают сахарозу. Поэтому в качестве источника энергии сахарозу использовать сложно, особенно что касается бетоксибацелина. Нужно искать другие источники энергии. Кроме того, они капризны в отношении источников азота. На минимальных таких солевых средах, например, просто на растворе минерального удобрения, полного минерального удобрения с микроэлементами, с добавлением сахара, они будут расти плохо, а то и вообще расти не будут. Как выходом из создавшейся ситуации я поискал, что же можно сделать. Ну, во-первых, они достаточно хорошо растут на картофельном отваре. Обыкновенный картофельный отвар, когда вы варите картофель, почищенный для пюре или для того, чтобы потреблять целое картофельное, но почищенное, вам надо отварить картофель с небольшим количеством соли поваренной, там щепоточку небольшую добавьте на большую кастрюлю, но конечный объем, литр воды, вот литр этого отвара, должна быть небольшая, вот буквально чуть-чуть щепоточка соли. Не пересаливайте, пожалуйста, картофель. Лучше потом для еды подсолите это пюре или молодой картофель или еще что-то. Еще лучше разварить горох. Если вы возьмете столовую ложку вот гороха, такого обыкновенного колотого гороха, добавите щепотку туда соли и проварите хотя бы в течение получаса, если он будет предварительно набухший, то еще лучше, потом это все процедите и доведете до объема 1 литр взамен впитавшейся жидкости в горох или испарившейся, то в этом случае вы получите очень хороший питательный отвар. Несмотря на то, что эти оба отвара и картофельный, и гороховый являются вполне питательными, можно смешать, можно отвар от фасоли взять, но не от чего-то другого. В принципе, от капусты можно еще брать отвар, но мы как бы что-то такое не готовим отдельно. Ну, можно от капустный отвар тоже взять. Поварить листья капусты, примерно стакан капусты нарезанной, мелко нарезанной на литр воды и тоже с полчасика проварить, будет хорошо со щепоткой соли. Вот такие отвары надо еще обогатить минеральными солями. Минеральные соли вы как раз найдете в удобрении, любом жидком удобрении для цветов. Его нужно добавить на этот литр столько, сколько написано здесь на упаковке. В этом случае вы получите хорошую среду для культивирования и бактерий битоксибацелина, и бактерий липидоцида. Итак, когда вы приготовили необходимую смесь, берете, надеюсь, надежного поставщика, добавляете туда минеральные соли, берете гороховый отвар, и на литр воды берете одну чайную ложечку вашего препарата, такую без горочки, чайную ложечку без горочки. И как следует размешивайте. Кроме того, что здесь содержатся споры, кроме того, что здесь содержатся живые бактерии, здесь еще содержатся и остатки питательной среды, в которых эти бактерии воспроизводились. Поэтому цвет раствора у вас, в конце концов, станет вот какой-то вот такой, даже выпадет осадок. Это ничего страшного, все нормально. В отличие от сенной палочки, бациллюстрюнгиенсис, вот эта бактерия, очень и очень чувствительна к недостатку кислорода. Поэтому, если вы хотите действительно получить качественный препарат, то вам нужно взять компрессор для аквариума, запихнуть его в эту банку и пропускать воздух. К сожалению, без аэрации этот препарат у вас не получится. То есть, какое-то количество бактерий нарастет, но эффективность этого препарата будет довольно-таки низкая. Поэтому те, кто готовит там компостный чай, переориентируйте свои компрессоры на полезное дело и пузыриками там вот побурлите этот препарат. Препарат лучше всего растет при температуре 28-32 градуса. Поэтому можете ставить его в самое теплое место в квартире и наращивать этот препарат. Через 72 часа примерно ваш препарат готов. Стакан такого препарата на ведро воды является прекрасной дозой для обработки всех растений от всевозможных насекомых-вредителей. Еще раз повторюсь, бетоксибацелин преимущественно от жуков, но также помогает против тли в смеси с авермектинами. И от муравьев у нас есть видео на эту тему. Липидоцит эффективен на капусте от всевозможных гусениц, от плодожорок и так далее. Поэтому, в принципе, ну вы видите, не так уж и хлопотно. С учетом стоимости препарата и с учетом объема, который надо использовать, это достаточно может оказаться дорогим удовольствием. Поэтому вы можете соблюсти баланс между какими-то сложностями в воспроизводстве этого препарата в домашних условиях и между тем, что необходимо тратить деньги на его покупку. При этом я хочу сказать, что и эти препараты в пакетиках, если они вот живые, качественные, и препарат, который вы сделаете домашний, и будете использовать вот в таком вот виде, являются вполне себе эффективными. Есть еще одна хитрость, которая повысит эффективность домашнего препарата. Когда вы закончите аэрацию, вот через 72 часа, в этом случае, ну три дня, трое суток надо его бурлить там, в этом случае вот эту емкость, банку или где вы его делаете, пожалуйста, поставьте резко в холодильник, чтобы случился резкий стресс. Или в эту ведро с холодной водой, ледяную воду прям наберите и поставьте туда. В этот момент эти бактерии накапливают большое количество вот этого самого токсина и выделяют токсичные вещества в окружающую среду. В принципе, и без этого приема будет достаточно эффективный препарат. Но вот этот прием повысит эффективность препарата существенно. Готовый препарат вы можете хранить в холодильнике столько, сколько вам захочется. Ну, в разумное время, то есть, по крайней мере, до осени. Если вы его весной сделали, то до осени можете хранить. А уж тем более можете хранить там сутки, двое, трое, неделю и так далее. Вот. Надеюсь, что вы сможете прокультировать этот препарат, и он поможет вам сохранить ваши растения здоровыми и свободными от вот этих надоедливых вредителей, включая колорадского жука. И помните, что действует даже на яйца колорадского жука. Но для этого надо обработать растения и с верхней, и с нижней стороны. Ну, и с учетом тех нюансов, о которых я сказал, в процессе этого выпуска. Что ж, если остались вопросы, задавайте их. Буду рад на них по мере возможности ответить. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова